Всем привет, друзья! С вами первый выпуск программы «Почтовый четверг». На самом деле это такая отсылка к блогу Джессики Нигри, у которой есть такая программа «Mail Monday», где она тоже распаковывает посылки, которые ей прислали. И мы здесь тоже будем распаковывать посылки, которые мне прислали вы, зрители. В общем-то, в конце будет информация об этом, кто не в курсе. А сейчас я открываю первые две посылки, присланные мне вами. Очень приятно, как быстро пришли первые две посылки. Наверное, неделя прошла, а может быть, даже быстрее. Первая посылка, она от Антона из Москвы. Шла поэтому и недолго, собственно, потому что из Москвы. У них что-то такое... такое плоское и твердое, вроде книги, наверное. Сейчас посмотрим. Воу! Тут какие-то две вещицы. Так. Всё, здесь пусто. Здесь письмо и... Воу! Хорошо запаковал. Хорошо. Прям никто бы не смог помять. Это круто. Сейчас я аккуратненько вскрою. Воу! Что-то очень и очень крутое. Всё приклеилось к упаковке сейчас. Воу! Вот это круто! Это комиксы про черепах от Махаон. От издательства Махаон, которые выходили в моём детстве. У меня был всего один такой комикс. А я всегда о них мечтал, если честно. Кто не знает, это комиксы из серии Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures, которые выходили у нас как супер комикс. Призы от Pizza Hut. Посмотрите на Apple и Splinter в этом месте. Слушай, очень круто, Антон. Спасибо тебе огромное. Я просто счастлив, если честно. Солдаты-роботы. Второй номер. Вот такой вот. И третий. Первая же посылка, блин, меня удивила до глубины души. Привет, Николай, Pixel Devil и Валик Кусквирл. Привет, Антон. На моё увлечение сильно влияет твоё видео, Коля. Спасибо, это клёво. Я считаю это здорово, пишет Антон. Я тоже считаю, что это здорово. Это круто. Раньше я увлекался только коллекционированием игровых приставок и электронных игр. Конечно же, любил черепах. Но именно благодаря твоим видео я узнал о выходе юбилейного выпуска про черепах. О старте выпусков комиксов в России. И о коллекционных карточках черепах и покемонов. И куче других замечательных вещей. Пересматривая сагу Star Wars, каждому фильму покупал набор LEGO Micro Fighters. И собирал их по очереди с женой. Наверное, как и многие твои подписчики, хочу прислать тебе свой подарок. Надеюсь, в коллекции таких комиксов у тебя ещё нет. И они не станут повторами. Удачи тебе и Вали в творчестве. И ссылки есть на Антона ВКонтакте. Давайте я их даже покажу. И кто захочет, сможет зайти и посмотреть страницу Антона и его коллекцию. Очень круто. Спасибо, Антон. У меня таких комиксов нет. Офигительно. Смотрим вторую посылочку. Она от Андрея из Томской области. Город Сирск. Насколько я вижу. Тут что-то побольше. Вау. Чуваки, кажется, сегодня у нас будет обзор. Там ещё что-то есть. Ничего себе. Вот это да. Это магнитик из Северска. Это ещё один магнитик из Северска. И ещё один магнитик из Северска. Большое спасибо. Очень круто. Теперь у меня будет целых три Северска на холодильнике. Вроде бы всё. Ничего не упустил. Рокстеди. Блин, спасибо огромное. Я серьёзно не мог найти эту фигурку просто нигде. Совершенно ни в одном магазине. Теперь у нас будет обзор. Теперь все смогут сказать тебе спасибо, кто хотел видеть эту фигурку. Ну и так как посылки сегодня две, то в целом, наверное, остальную часть видео мы посвятим сразу обзору Рокстеди. Почему бы и нет? Так. Кстати, подставки. Вот я не понял, как они у них разделяются. Но подставка у него без тёмных нанесений, как была у моего Микеланджело. Сейчас, в общем, я открою и расскажу поподробнее. Ну, наконец-то я всё распаковал. Вот такая подставка. Она у меня у Майки была с тёмными нанесениями вот здесь. Но у Бибопа была точно такая же. Странно, что ли, они во второй серии забыли это сделать или передумали. Ну, в общем, такая интересная штука. Рокстеди, кстати, стоял прям в упаковке, в позе, как он стреляет из вот этой штуки. Но при этом она была отдельно. Забавно. А, у него пальчики-то не двигаются, как у черепашек. Поэтому он практически всегда в такой позе. Очень круто, на самом деле, сделано. Очень туго. Так, и... Во, вот так. Что бы вы сказали такому парню, если бы встретили его на улице? Так, ставлю его на подставку. Ещё есть у него огромный-огромный нож. Огромный нож. Но для него, насколько я вижу, нет никаких ножен. И можно разве что поместить его в одну из рук вот таким вот образом. Ладно, давайте посмотрим самого Рокстеди поближе. Рано ещё, пока ставить его на подставку. Значит, у него двигается к головам. Руки. Раз, точка. Два, три. И сразу здесь на локте. Четыре. Это кисть. И всё это местами тоже двигается в разных направлениях. Прям шикарно. Ноги. Одна точка у задницы, как обычно. Две тоже на колени. И нога вот так вот двигается. Неестественно, но зато позволяет фигурку поставить в нужную вам позу. О, оказывается, шлем-то. Шлем снимается. С ума сойти. Здесь такие прорези для ушек. И он вставляется вот сюда. Классненько. И тело двигается, да. По-всякому. У него здесь броня такая в виде почему-то черепашьих панцирей. Но оно, по-моему, так и было. Ну и в целом фигурка на уровне, как и Биба, практически без косяков. Есть небольшие проблемы с покраской. Есть места, где видно, что обрезали с формы, где отливалась пластмасса. Но в остальном, в остальном все клево. Ну, опять же, для такого ценового диапазона поставлю его в ту шикарную позу, в которой он стоит сзади упаковки. По-моему, великолепная поза. И так он у меня будет стоять на полке. Спасибо тебе большое еще раз, Андрей. Очень классная фигурка. Спасибо всем за подарки. Ну, а всем остальным, кто хотел бы прислать что-нибудь в мою программу, напоминаю, что мой адрес 125 424, это индекс Москва, абонентский ящик номер 10 Губанову Николаю Андреевичу, то есть мне. А еще будет проще, если вы заглянете в описание, там обязательно этот адрес будет написан, можно будет скопировать, удобно прочитать и все такое. Всем пока, а я пошел читать свои новые старые комиксы. Само собой, эти выпуски вряд ли будут выходить каждый четверг, но как только будут накапливаться посылки, я буду снимать новые видео и выкладывать их по четвергам. Всем пока, до новых почтовых четвергов! Так, ну это пропасть, но я не думаю, что это хорошее место для ловли рыбы, хотя я успею. Так, не поменю. Я успею. Нет, подожди, вот так. Поймать рыбу, пока привидение не дошло до тебя. Так, все, сваливаем!